Велополосе в Ульяновске один год, но кажется, проект до сих пор остался спорным. Прокуратура вообще считает, что разметка для велосипедистов в центре Ульяновска незаконная. Однако в мэрии намерены продолжить проект по индивидуальной мобильности граждан. Как и год назад, кто-то, к примеру, продолжает парковаться неправильно на улице Дворцовой. Но нарушителей стало заметно меньше. Кажется, автовладельцы привыкли к разметке в летнее время. Да и жители в целом не против дополнительной полосы. Уже год в Ульяновске над этим велополосом. Скажите, пожалуйста, актуален ли до сих пор этот проект? Насколько нужны они? Может быть, их стоит убрать? Год прошел. Чувствуете какие-то изменения, что там люди по ним ездят? Я вообще ни разу не пользуюсь. Ни разу не пользуюсь. Ну, вы сами на велосипеде катаете? Катаюсь, да, мы в парк. А почему здесь не ездите? Ну, потому что здесь транспорт. Как бы не очень. Тут отдельная полоса, вот она есть. Ну, загазована, скажем так. Очень хорошо. Только когда переходишь по пешеходному переходу, надо смотреть, чтобы тебя не сшивлят. А вообще ездят, да, велосипедисты? А то. Этот проект до сих пор актуален. Велополосы. Нужны ли они в Ульяновске? Не нужны. А почему бы нет? Нужны, конечно. Вы видите вообще велосипедистов? Велосипедистов мало. Сама я езжу, да, по парку. По парку. Но на велодорожке велополосы... У меня живу не в этом районе. Мне сюда нет необходимости. Во-первых, я обратил внимание, что эта велополоса, ее просто нарисовали. На этой велополосе люки. Как быть велосипедистом? Велополосы. Вообще они, конечно, нужны. Велополосы, как вы говорите, и все такое прочее. Но не таким образом. Велосипедистов очень мало. Наверное, потому что центр. В основном ездят там, наверху, по венцам, по тивенецам. Но на ваш взгляд, нужен до сих пор этот проект? Ну, наверное. На ваш взгляд, это актуальный до сих пор проект? Я думаю, это все же актуально. И хватает. Как-то, как сказать, мало это замечают. То есть молодежи любят, как-то они стесняются к этому подходить. Действительно, есть те, кто продолжает передвигаться на велосипеде в центре города по тротуару. Так сказать, по старой памяти. Ребята, а почему вы едете по тротуару, а не по велополосе? Непривычно. Иногда просто забываешь про ее существование. А почему забываешь? То есть неудобно? Расскажите. Вполне удобно, просто непривычно. А вы привыкли, что уже катаешься по тротуарам? На момент съемки сюжета разметку для велосипедистов по всей ее протяженности от обелиска 30-летия победы до Центробанка не обновили. Как поясняют нам в администрации, проект организации дорожного движения по улицам Гончарова, Дворцовы и Бульвару Пластова находится на согласовании. Дорожную разметку освежат после утверждения проекта в июле. На стадии согласования также вопрос о продлении велополосы в центре. А пока все силы брошены на развитие велодорожек в городе, участки, совмещенные с тротуаром. В 2019 году мы сделали от линкома до создателей. Она совмещена у нас там с тротуаром. В 2019 году сделаны у нас авиастроители от Туполева до Ульяновского. В 2021 году у нас было сделано от Дружбы народов до проспекта РЧСУРУ. К середине августа обновят велодорожки на второй половине проспекта Ульяновского в Новом городе, где сейчас активно ведутся ремонтные работы. Рината Леулова, Геннадий Бухтояров. Новости Уллправда ТВ.